Уважаемые друзья, добрый день, с вами добрый фермер Ленин Саша. В сегодняшний ролик я хотел бы показать вам, какой у нас сегодня вес на 37 день у птички. Хочу сказать, что происходит динамика роста в принципе хорошо. Мы немножечко опережаем даже нашу таблицу, судя по последним взвешиваниям, поэтому сегодня мы тоже это сделаем. Также хотелось бы сегодня вкратце проговорить такие вещи. Последствием того, как я начал заниматься птичкой, начали какие-то завязываться знакомства среди подписчиков канала, среди участников группы, которые Игорь Степанов Вайбере создал по поводу выращивания бройлера, все что касается там. Сегодня у меня был человек, который тоже занимается птицей, напольным. Содержали у него в районе пяти тысяч курей. Он приезжал тоже смотреть у нас, как мы занимаемся клеточным. Они хотят тоже заниматься клетками, пересаживали птицу в клетки. То есть делились опытами. Много взяли контактов, каких-то по препаратам, по каким-то еще вещам, по цыпленку. Поэтому вот эти вот наши коммуницирования в группах, на самом канале довольно-таки плодотворные и позитивно влияют вообще на дальнейшее развитие всего то, чем мы занимаемся. Также хочу сказать, что вчера мы впервые приготовили первые плутоны корма. Уже нашему подписчику Марине мы отправили. Надеемся, что, Марина, вы нас видите. И когда уже вскормите птичку нашим кормом, то скажите уже итоги. Причем говорите, пожалуйста, честно. Так как корма, в принципе, те, которые мы делали, они точно такие же, которые кормим и мы. Поэтому если все будет правильно в температурном режиме, еще в каких-то вещах, в витаминах, в поении, в световом режиме, то, в принципе, результаты должны быть таким же. Коты. Напоминаю, сегодня у нас тридцать седьмой день. Сейчас мы возьмем по три штучки. С вами Саня тоже. Саня, это мы. Коты. Коты. Что у нас по температуре тут? По температуре? Мальчик выскочил. Мальчик выскочил. Опа, сейчас. Мальчик выскочил, девушка встала. Слушай, мальчик сейчас пойдет, походу, туда. Найди, не будем туда. Ты что? Мы его поймали. Поехали? Да. Наши коты. Так, ну что, настраиваем наши весы. Наши весы. Княпа. Княпа. Ай. Коробочки. Так, у нас сегодня тридцать седьмой день. Это 2,90, 2,100, грубо говоря. Поехали. Весы обнулили. Берем мальчика. Поехали. С мальчиком начнем, да? 2,320 пойдет. Это не мальчик, это девочка сам. Мальчик. Девочка. Мальчик. Да, девочка. Да, по головке даже видно. Это девочка. Софочка. 2,200. Отличный вес. Для девочки вообще. Сам уже идет, уже навесал. Сам хочет, говорит, взвесьте у меня. Да, сестрее назад. Как никто никогда еще не взвешивал. 2,490 пойдет. Шикарно. Да, ты пойдешь, Сань, пока грузит, да? Да, я их занесу. Идите их занесите по грузе, мы поговорим сейчас. Получается, друзья, у нас, смотрите, каждый день, она сейчас начинает, птичка, набирать применительно, ориентировочно. Вот это вообще непонятно какое-то кисло. Я думаю, что это где-то 2,20, где-то 2 это. Потому что птичка 70-80 грамм, она где-то набирает в день. Вот, то есть, получается, 37-й день, у нас 2,100, ориентировочно к 45-му числу, то есть 8 дней. 8 мы умножаем, давайте, ну, грубо говоря, на 70. 8,756 грамм, то есть, в принципе, она будет у нас весить где-то, если сейчас 2,200, 2,400, то есть, плюс-то получается там 3,3, но я думаю, что она будет больше у нас. Вот, что у нас дальше? По воде мы уже говорили в прошлый раз, по воде она у нас выпивает на сегодняшний день 300 уже грамм воды. То есть, это вот на 37-й день 300 грамм воды. Ну и общее потребление уже 5-700, то есть, уже почти 6 литров она выпила, одна птичка, за день. Напоминаем, что у нас партия, корма ей надо на сегодняшний день 177 грамм, вот, поэтому вот такие вот дела, там Саня ловит их, ловит, они хотят убегать. Ну, мы здесь с краюшку берем, чтобы далеко нам особо не ходить, но я вижу, там есть хорошие у нас экземпляры, тоже, но я не говорю здесь, а я вижу, что там, хотя вот эти тоже должны быть красавцы. Это с одной линии, вот так вот взял. Я говорю, я говорю, что под стенку, да? Да. Вот. Два 300 грамм. Ну, с разных этих ячеек. Пойдет девочка, да. Девочка, да. Это раздел на 1,8 кг, 1,9 кг, она уже есть. И вот девочка тоже уже. 2,55 кг. 2,250. 2,250, да. 2,9 кг. Вот, поэтому, друзья, вы видите, как она по взвешиванию происходит, поэтому спрашиваю, где эти таблицы. Таблицы, это пробиваете в Google, динамика роста бролера, и все, и нормы скармливания, комбикормом, граммы на год, сутки, все, и любой поисковая система, вам это покажет. Княпа, скажи людям, пока ты, скажи, я спать, да? Княпа спал. Короче, нам взяли петушечка. Ух ты. Да, просто актер. Посмотри, да, актер кино. Да, взяли просто проверить, как он у нас, на наш взгляд, он должен быть. А, мы же весы не включили. Стопе. Ну, так орел все ведет. О, обнулилась. О, хорошо, 2 680. Пойдет. Таких петушечков у нас там хватает, да? Есть. Да. Ну, по количеству я не скажу, сколько, но... По количеству... По партию штук 300, наверное, есть. Сейчас уже, да, найдем штук 300. Ну, оно, в принципе, их видно. Если не больше. Ну, там кто-то гуляет, по-моему, сам. На полу. Да. Оно видно. Этот у нас был петушок уже. Вот. Вон гуляет петушок хороший. Да их видно. Вот уже встает. Вот. В общем, есть они у нас птички, да. Вот. Вот. Если вы заметили, что у нас уже 4 ряда. В прошлый раз мы рассадили птицу. Мы прямые посадили вниз. Уже они... Они сидят где-то... Сейчас они отдыхают, потому что стало прохладно. Мы немножечко приехали, проветрили. Сейчас температура где-то до 19 спустилась уже градусов. Вот. А так птица комфортна. Вот. Поэтому, друзья, пишите свои комментарии. Я знаю, что следующий ролик хочу снять уже. Вы просили о нашем отоплении. Я думал сегодня его снять. Но так как мы сейчас не топим на улице. Плюс 6 у нас. Сегодня 31 января 2020 года. Что удивляет. Предпоследний месяц зимы на улице плюс 6. Трава зеленая. Поэтому мы не топим. Вот. Птица сама себя отапливает. Поэтому уже думаю по приезду. Думаю. Я сейчас на неделю уезжаю. Сейчас еду к родителям домой в Киев. Им нужна помощь. Они уже пенсионеры 80 лет им. Вот. И думаю, что уже к 45 числу, к 45 дню, как нужно было за милой птичку. Я уже приеду к продажам. И в принципе дальше мы будем снимать ролики. И говорить, что происходит с нашей птицей. И будем держать вас в курсе всех событий. Поэтому, друзья, большое спасибо вам за ваши советы, которые вы даете. Большое, громаднейшее спасибо за то, что вы поддерживаете. Просто комментариями, какими-то лайками. Знаете, еще одна просьба. Я не знаю, может быть, я так воспитан по-другому. Просьба, она в суд такова. Знаете, когда я обращаюсь к человеку, особенно к незнакомому, я как минимум говорю «Здравствуйте». И второе, я как минимум разговариваю с ним на «вы». Не важно, сколько ему лет. Понятно, может быть, если ему 6 лет, наверное, вряд ли его на «вы». Хотя как личность уважать ребенка нужно. И неплохо было бы тоже называть его на «вы» незнакомого ребенка. Вот, поэтому, друзья, когда вы пишете, знаете, как, ну, «А что за корм?» «А что за БМВД?» Хотя бы, как минимум, вы же ожидаете ответа. Давайте будем уважать друг друга. Давайте просто, ну, мир будет добрее. Понятно, что нету времени или еще что-то. Но просто, когда вы пишете «Здравствуйте» и задаете свой вопрос, как минимум, это красит лишь только вас. Это красит моего собеседника, с которым мне приятно в дальнейшем общаться. А знаете, когда я вижу вот это вот отношение, может быть, это и неправильно, но я считаю, что я воспитан по-другому. Я со всеми говорю «Здравствуйте», со всеми говорю на «вы». Я не требую это к себе. Я просто, как такую маленькую ремарочку к тому, как я заметил. Ведь мы же… Я когда у человека что-то спрашиваю, мне важен какой-то ответ, ну, я как минимум с ним здороваюсь. Я как минимум задаю ему корректный вопрос. И как минимум потом в конце говорю «Спасибо». А когда просто, ну, «А что за БМВД?» «А какой вес?» «А чем топишь?» Ну, это меня как бы вообще поражает, как бы. Ну, друзья, это такое, знаете как, о наболевшем. Поэтому, друзья, хорошего вам настроения, хорошего вам февральской погоды. Не знаю, говорят, там будет какой-то день плюс 15. У нас он показывает воскресенье плюс 10 будет. Я не знаю, что будет дальше. Меня, наверное, радует только единственное в том одном, что я очень экономлю на отоплении. То есть дроваки, которые хоть и котел хороший у нас экономичный, но также хочу сказать спасибо сегодня еще вот по поводу Андрея, что приезжал к нам сегодня. Он интересную идею предложил. Мы знали, что мы можем топить своим пометом куриным котел, тем более он у нас перволезный. Но он объяснил, как это вообще делается, что его можно делать брикетами маленькими. И мы подготовим, что в следующем году мы еще и даже можем продавать на продажу эти, как сказать, какулы, которые птичка после себя оставляет. Поэтому у нас, как это будет, безотходное производство. Друзья, хорошего вам настроения. Не буду вас задерживать. Держите, пожалуйста, кулаки, чтобы у меня с родителями там все получилось. Всего доброго. До свидания. Красава. Наша птичка. Свет отдыхает сейчас тихий часом. Он лежит вообще как на пляжике. Пляжный вариант. Хватит. Снизу тоже кушать. Смотрит. Мне надо им свет включить немножечко. Хватит. Хватит. Как тебе зовут? Хватит. Как мы спим красиво. Оп. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok